добрый вечер дорогие мои надеюсь меня слышно видно вот так как прошлые передачи так селина уже на проводе мария цветок светлана потихонечку подсоединяемся сейчас идет такая такое время когда мы готовимся к рождеству христову и каждый год мы себя проверяем можно себя сравнить прошлогоднего какой-то бы в прошлом году именно в это рождество и каждый конечно же в этом перед этим праздником должен приготовить подарок что подарить христу что что нужно богу от нас наше сердце и мы вспоминаем как пришли пастухи к верте по хлеву к яслим я родился христос и представьте себе что ангелы пришли не никому нибудь а пришли к пастухам и они пришли первые прославить бога кстати какой их был ужас и какое было их состояние когда явились ангелы и они пошли и пришли пещеру вот в каком-то таком состоянии мы сейчас и находимся все в предчувствии рождества осталось несколько дней еще есть время вот но пока все подключаются пишите пожалуйста как там звук как видимость но я сегодня не могу не спеть эту песенку рождественская которая тоже как бы принес удар может это несколько лет назад было когда я узнал что раньше была такая традиция что-то приносить удар христу и я решил тоже написать песню она называется когда тебя не пустят в дом вот то что и сам христос испытал дева мария с осипом они пришли и и их не пустили никуда не в гостинице не в дом их пустили в хлеб переночевать где дева мария и родила христа бога нашего вот и песня попробую вспомнить обязательно я боже всем благословения песня когда тебя не пустят дом когда тебя не пустят в дом не будет ни огня ни крова и сон тебе такой приснился и сон тебе такой приснился и сон тебе такой приснился ты ночью на полу И сон тебе такой приснится, Как будто в ясеном углу, Как в небе вспыхнула зорница. И ты тихонько, чуть дыша, Подходишь там, простая зыбка, А в ней улыбка, малыша. Такая чудная улыбка, Что не захочешь никуда Идти из танкового хлеба, В котором старец был и дева, А в небе чудная звезда. Как просыпаться тяжело, И в мир недобрый возвращаться, Но в сердце маленькое счастье Его нетварное тепло. Думаю, надо еще что-то написать. Так и хочется, что такое рождественского, сказочного. С таким каким-то ощущением. Таким своим личным, собственным отношением Ко всему этому. Надо как-то все это выразить. Я очень рад, что мы опять вместе, Что мы опять друг с другом общаемся. Я так вот вижу, лента идет. И тут поздравление с Новым Годом. Кто-то пытается подключиться опять в видео, В эфире, но у него не получается. Вот, и разные города, Разные люди. А с другой стороны, Мне очень как-то грустновато сегодня. Хотя бежал как на свидание, На эту встречу. И думал, что мне сегодня говорить. О чем мы будем говорить? Разные... А я хотел бы поделиться с вами, Наверное, песней новой. И новым своим стихотворением, Которое... Их вообще несколько возникло за это время. Архангельск, Казахстан. Добрый вечер. Иркутск. Здесь у нас, В моем вагончике. Ну, допустим, Такое стихотворение. Я его дописал, наконец-то. Вот. На ваш суд, На ваш взгляд. Думаю, может быть, песня, Зато получится тоже. Бросил Андрей свои сети. И говорит Петру. Видел я сон на рассвете. Я на кресте умру. Утром пришел Спаситель. Тот, что сказал во сне. Смело за мной идите. Просто доверьтесь мне. Дальше все было точно так, Как предрек Иисус Христос. Предал Иуда ночью. Задал Пилат вопрос. Били, плевали, Распяли, Умер. В аду три дня. Мертвые восставали, Ждали с небес огня. Жены бежали быстро. Камень у гроба бых. Звезды мерцали, как искры, Слезы в глазах живых. Ангел сидел на камне, Белый, как молнии, свет. Тихо сказал, Пора мне. Все. Больше смерти нет. Все. Больше смерти нет. Как-то это надо закрепить В самом себе. Всегда Рождество, Когда оно происходит, Это становится совершенно очевидно, Явно, что За этим следует Пасха. Потому что Христос родился, Умер на кресте, Спустился в ад и воскрес. И открыл нам дорогу в рай. Вот. И здесь мы все блуждаем, Как странники. Ищем эту дорогу на земле. Хотим рай на земле создать. Но это у нас не получается. Ну, некоторым кажется, Что они уже достигли кое-чего. Но это все иллюзия. Вот. И я написал, В прошлый раз, не помню, читал, Не читал стихотворение новое. Чайная ложка чая. Вот в тот момент, Когда я Ложку свою Подцепил Чай, Чтобы для того, Чтобы положить в чашку. И в этот момент у меня Накрыла Чайная ложка чая. Я подумал, Как это интересно звучит. Чайная ложка чая. Два чая. Чайная ложка. Чая. Какое-то предвкушение. Что-то такое. И я Я продолжил эту мысль. И вот, Что у меня получилось Из чайной ложки. Чайная ложка чая. Небо надежное синь. Завтра себя встречаю В городе у витрин. Завтра к себе приеду В новые времена. Будем вести беседу В городе, Где весна. Там, где земля уходит, Там, где с собой на ты, Будем мы что-то вроде В прошлое сжечь мосты. Чтобы собой остаться И не расстаться с собой В городе имитаций, Где за реальность бой. Буду в сухом остатке Новые песни ждать, Ночью в своей тетрадке Вымолив Благодать. А вот сейчас я это Спою, Как у меня это Легло. Сразу я даже Просто сел, Взял гитару И подумал, Что что-то очень просто У меня получается. И сразу стал петь И записал На это К себе На телефонную трубку. Потом выложил В чат Значит, Свой Называется у нас Чат Духовная копилка. Вот И Получил одобрение Одночатцев. Значит, Такая она Простая. Чайная ложка Чая Небо Надежное Синь Завтра Себя Встречаю В городе У витрин Завтра К себе Приеду В новые Времена Будем Вести Беседу В городе Где Весна Там Где Земля Уходит Там Где С собой На ты Будем Мы Что-то Вроде Прошлое Жечь Мосты Чтобы С собой Остаться И Не Расстаться С собой В городе Имитаций Где За Реальность Бой Буду В сухом Остатке Новые Песни Ждать Ночью В своей Тетрадке Вымолив Благодать Чайная Ложка Чая Небо Надежная Силь Завтра Себя Встречаю В городе Уветрию Завтра К себе Приеду В новые Времена Будем Вести Беседу В городе Где Весна Там Где Земля Уходит Там Где С собой На Ты Будем Что-то Вроде В прошлое Жечь Мосты Чайная Ложка Чая Вот она Чайная Ложка Чая Во что превратилось в обыкновенное действие на кухне Вообще Это хорошо Поэтизировать Я Постоянно Хожу Рою Муки Ой Мою руки Значит Что-то Еще Делаю Вот И Постоянно Мне Какие-то Строчки Приходят В голову Я Проверяю Их На Поэтичность Если У меня Есть Рядом Какой-то Блокнот Или Что-то Я Сразу Начинаю Это Записывать Вот Эту Мысль И Если Она За собой Влечет Следующую Мысль Тоже Начинает Цепляться Стихотворение Бывает Я Пишу Пишу Кто-то Позвонит Или Куда-то Надо Ити Я Забрасываю Потом Вечером Я Ложусь Значит И Смотрю Ага И тут Мне Возникает Рождается Я Понимаю Как бы Цепляюсь За эту Мысль Опять Что Я Хотел Сказать И Потом И Продолжаю Интересно Такой Процесс У меня И Постоянно Получается Что Вот И Получается Вот Еще одно Светворение Не знаю Читал я его Или нет Я У меня Сейчас Хорошо Так После После Пандемии Этой Как я Перевел Ковидом У меня Провалы В памяти Но Это У меня Нисколько Не Удручает Вот Я Могу Наверное Две Одинаковых Песни Спеть Если Никто Не Обидится Или Что-то Забыть Или Что-то Вспомнить Вдруг Ни С того Ни С сего Ну Мне От Этого Не Страшно Ну Ну Ладно Так Так Вот Провал В памяти А вот Еще Может быть Такая Вот У меня Всегда Когда Рождество Мне Уже У меня Уже Пасха Несмотря На то Что Впереди Кстати Еще Крещение И Впереди Еще 14 Числа Я Настоятель Храма Василия Великого Васильного Рощи В городе Санкт-Петербурге И Там У нас 14 Числа Престольный Праздник Приглашаю Всех Кто Кто Может Прийти Даст Бог Это Значит 13 У нас Будет Вечером Все Ночные 18 А 14 У нас Будет Литургия В 10 Утро Вот Василия Василия Великого Вот Про Настроение Пасхальное Ну Немножко Может быть Рисковато Может быть Я какие-то Там Применял Слова Какие-то Ну Какие Есть Молодые Продавать Продавать Покупать Не Взирать На Лица Обнимать И Предавать До Собой Гордиться Ночью Встану Как Очнусь Обниму Иконы Что За Гадость Что За Гнусь Все Эти Законы Дорастем Ли До Небес Ох В груди Тревога Если Мой Христос Воскрес Мне К Нему Дорога Дорастем Ли До Небес Вот В чем Дело Или Как Как У Горького Рожденный Ползать Летать Не Может А Вот Кстати И Неправда Гусеница Ползает 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 А потом Раз И Становится Бабочкой Так Я не знаю Я не помню Какой-то Процесс Там Мучительный Процесс Происходит В коконе Рождается Бабочка И полетела Гусеница Все Отлично Вот Иногда Я тоже Чувствую себя Такой Вот Гусеницей Когда Хочется Что Чего-нибудь Хочется Вот А тело Как Осел Оно Требует Упрямо Требует Своего И Нужна Конечно Очень Большая Духовная Сила И Поддержка Вот Особенно Не надо Забывать Что Храм Это Большая Поддержка Что Надо Себя Ну 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 Не Не Знаю Как Вот Этого Осла Самого Себя Пинать Чтобы Как-то Доползти До Храма Дойти И Потом Уже Когда Исповедуешься Когда Всей благодать Причастия И Ты Понимаешь Вот Нужно Было Всего Лишь Делать Носовое Усилие Небольшое Так У У меня Есть Какой-нибудь Рассказик Я Буду Постепенно Как Бы Но Мне Кажется Что Это И Будет Моей Исповедью Мои Вот Эти Мои Вот Выходы В эфир Просто Поговорим Просто Да Непросто Вот Раньше Знать Как Было А Раньше Было Так Исповедовались Прямо Всем Людям В Храме Выходил Человек На Исповедь И Объявлял Свои Собственные Грехи Всем Вот Так Раньше Исповедовались То Есть Вся Община Знала Его Грехи То Он Говорил Что Он Украл Что Он Прилюбодейничал Что Он Обманул Слукавил Предал Настучал Вот Не знаю Что-то съел Вот Кого-то Обделил В общем Много Чего У нас Грехов Просто Тьма Грехов Вот И Наверное Если бы До сих пор Сейчас Продолжалось Было бы Очень Стыдно Нам Ну А мы Как бы Белые Пушистые Но Полные Греха Ходим И Вот Мои Может быть Эти Просто Поговорим Передачей Я буду Потихонечку Исповедоваться И каяться Своих Собственных Грехах Перед вами Вот У меня Такой Был Случай Я Работал Дворником Гостиницы И В общем Отрабатывал Жилплощадь Раньше Было Такое Понятие Поколение Дворников Шторожей Вот И там Ну И в рок-клубе Ленинградском У меня Была Группа А вот Работа Дворником Давала Мне возможность Утром Подмел Почистил Снег Там Что-то Еще И У тебя Целый день Свободен Вечером Опять Убрал Свой Участок И Опять Свободен И Можно Было Ездить Или Кого-то Простить Из Дворников То есть На гастроли Или На концерты Очень удобно Репетировать И Вот Я Бога Искал У меня Был Мучительный Поиск Бога Теперь Ты Понимаешь Что Господь Рядом Вот Он Здесь Сразу Между Нами Мы С вами Разговариваем Между Нами Бог Вот А тогда Мне нужно было Какое-то Доказательство Мне нужно Мне нужно было Как-то его Почувствовать И Я Русский Человек Как Федор Михайлович Говорит Достоевский Русский Значит Православный Я Русский Православный И еще Искал Бога Это Просто Смешно Ну 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 Я думаю Да Я Я считался Интеллигентом Культурным Человеком Я читал Там Греческую Философию Я Сам изучал Вот Я изучал Разные Течения В литературе Философии Полезии В общем Короче Головей был Винегрет Полный И Душа Мучилась Ужасно Вот И Я Вот Это Все Муки Свои Я Выливал Стихи И Песни Вот Такая Сублимация У меня была Якобы Люди Это Слушали Сочувствовали Значит Но Ничем Помочь Не могли И Вот Однажды Ко мне Пришел Человек И Говорит Я Уверовал В Бога Ну Что Вот И у него Были Такие Значит Глаза Горящие И Он Так Мне Все Рассказывал С Таким Водушевлением Как Будто К нему Сам Господь Явился Как Будто Да И Он Рассказывал Я Смотрю На Него И Вижу Ну Что Человек Не В себе Вот И Я Стал Раскладывать Свой Расклад Философское И Умозрение Умозрение Свое Я Ему Доказал Что Бога Нет Представляете Какой ужас И Человек Ушел Очень Опечаленно Потому Что У него Был Первый Опыт Познания Бога У Него Везде Был Бог Он Во Все Видел Проявление Бога В В общем Ну То Это Бывает Такой Неофитский Период Когда У Человека Постоянно Чудеса Всегда Случаются Вот Везде Он Видит Как Господь Действует Через Людей Через Обстоятельства Потом У него Потом Уже Идет Опыт Это Как Господь Берет Человека На ручки Это Как В жизни Мама Держит На ручках Нянчит Вот Потом Начинает Ребенок Ходить Вот Она За ручкой Уведет А потом Она Раз И Отпускает Вот Тут Начинаются Все шишки Вот Точно Так же Такие Все Потом Учит Нас Ходить Вот Мы Там Пошатываяся Все Ходим А потом Отпускает И Вот Тут Начинается И Падение И Потом И Ропот Ты Меня Оставил И Что-то В этом Роде Господь Нас Никогда Не Оставляет Это Только Мы Сами Можем Отвернуться Господь Всегда Близ Стучит В Наше Сердце Близ Предверех И Знаете Что Дальше Началось Дальше Началось Такое В моей Жизни Видимо Господь Услышал Что Доказал Что Его Нет И Послал Мне Испытание Вот Так Как Апостолу Павлу Вот Он Который Ослеп И Началось Одно За Другим Тяжелейшее Испытание В моей Жизни И В итоге Я оказался В реанимации И В итоге Я оказался На том Свете Клинической Смерти И Там Я Оттуда Вернулся Верующим Человеком Вот Мне Господь Дал Такой Опыт И Я Уже Тут Вернулся Знал Куда Иду Что Делать Мне Было Тяжело Еще Долго Я Воздоравливал Но Я Уже Четко Знал Как будто У меня Программа Уже Была Вот Моего Возрождение Ну И Слава Богу А Если Бо Я Не Выжил А Если У меня Эта Мысль Ужасает Если Я Тогда Не Выжил Это Была Первая Моя Жизнь А После Реанимации И Смерти Клинической Это Была Вторая Жизнь Если Бо Я Остался В Той Жизни Где Бо Я Сейчас Был И Когда Человек Умирает Которого Я Знаю И Семь Хожу Думаю Где Он Где Он Господи Помоги Ему Помоги Ему Особенно В те Дни Когда Когда Первые Дни Первые Три Дня Девять Дни До Сорокового Дня Вот Просто Умоляешь Бога Чтобы Он Куда Ты Поместил Такое Место Где Нет Мучений То Что Мы Живем Конечно Неправедной Жизнью В Лицемерии Зачастую Изображаем Вот А на самом Деле У нас Все Кишит Там И Страсти И Целое Сердце Да Там Такая Муть На Дне Сердце Стой Только Я Сижу На Трапезной И Говорю Мы Такие Православные Все Но Вот Если Я Сделаю Замечание Кому Нибудь В Храме И Это Православие Тут Улетучивается Вот Хоть Человек Там Молился Замолился Хоть Читал Капец Каждый День Что Человек Делается Когда Ему Сделаешь Делаешь Замечание Даже Настоятель Делает Как Я Как Люди Переворачиваются Все И Никаких Достижений От Меня Монастыря Когда Я Был Меня Учили Так Когда Тебе Делают Замечание Ты Говоришь Простите Благословите Помолитесь За меня Грешного Когда Тебе Делают Замечание И Изображаешь Из себя Смирение Сначала Это Очень Трудно А Потом Ты Уже Привыкаешь Что Есть Такой Способ Склоняешь Голову И Понимаешь Что У тебя Еще Гордыня Ох 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 И Что По земле Ходит Только Верхушка Айсберга А Вот Это Все Что Там Сидит Вот И Зачастую Вот На Исповедях Как раз Об этом Все По верхушкам А Самым Главным Люди Утаивают Может Быть Можно Было На Исповедь Сказать Один Единственный Грех И Он Вышел Как С корнем Сорня Ковырванный И Человеку Сразу Было Облегчение А он Все Вокруг Да Около И Вот Начинаешь Его Копать Копать Вот Выводить На свое Собственное Размышление Немножко 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 Подталкивать Его Чтобы Он Увидел Грех И знаете Что еще Очень Помогает Помогает Такая Книжка Опыт Построения Исповеди Отца Иоанна Крестьянкина Это Архимандрит Иоанн Крестьянкин Старец Скалопечерский Вот Он написал Такую Замечательную Книжку И там Он Прогоняет Грехи Через Десять Заповедей И Получается Так Что Если мы Нарушаем Какой-нибудь Из заповедей Мы Страдаем Ты можешь Вот Как В притче Про богача Да Богатого юношу Он все Соблюдал Ну А Христос Ему Говорит Отъеди Раздай Имение Вот И он Загрустил И отошел То есть Мы можем Тоже Казалось бы Все А Бамс Мы не Почитаем Родителей В молодости Не слушались Мама Говорила Не выходи За него Замуж Ты Жизнь Се Сломаешь Нет Мама Я его Люблю То есть Мы были Не на послушании Я Вот Я точно Не был На послушании Я старался Конечно Это было Советское Время Вот Ну Волю Свою Собственно Творили И от Этого Потом Страдали А родители Ну Как за нас Могли хоть Жизнь отдать У нас У нас Такого Нет Мы Другой Поколение А сейчас Поколение Я вообще Ничего Ничего Не понимаю Или я Наверное Уже Совсем Вот У них Нет Уважения Ко Взрослым Откуда Это взялось Не знаю Вот У нас Чтобы В нашем Детстве Чтобы Можно Было Повысить Голос На Отца Или Мать Это просто Даже Нельзя было Это себе Представить Я не мог Себе Представить Вот Что это Возможно Или Осудить Как-то Или Как Перекреть А ты Вот это Или Что-то В этом Роде Ну Это Невозможно Да Бросил Андрей Свои сети И Говорит Петру Видел Я Сон На Рассвете Я На Кресте Умру Вот Пришел Христос Рыбаки Пошли За Ним Без Страха И Упрека Чистые Души И Так До Крестной Смерти И Наша Жизнь Точно Такая Жи Если Наша Жизнь Такая Безжертвенная Нет Никакого Смысла Наверное Вот Я Сейчас Слушаю Отца Андрея Ткачева Иногда Его Иногда Его Проповеди Так Он Так Он Там Такие Вещи Прямые Говорит Господи Помилуй А раньше Такого Не Было Он В принципе Как Пророк Говорит Обличает Страсти Так Так Спасибо Большое Вот Я Сейчас Как Раз Смотрю Дорастем Или До Небес Да Очень Хорошо Когда Чего То Хочется Да Так Вот Чего Все Постоянно Просят Меня Спрашивают Вагончики Прохладно Вот У меня Такие Чуни Такие Вот Типа Галоши Вот Спасаюсь И Куртки Наш Близкий Друг Умер На Этой Неделе От Ковида А Еще Недель Назад Я О Вас Рассказывал И Он Хотел Посмотреть Этот Эфир Господь Призвал Раз Господь Призывает Что Мы Можем Поделать Оглашенны Да Могут Находиться На Вечерней Слурбе И Только Когда Начинается Литургия Верных Вот Они И Должны Исходить Из Храма Велиться Оглашенность Сидите Моя Семья Здесь За Углом Вот В домике Сидит Вот Я Просто Отлучился На Один Час Дума Говорят Что Я Вот Кто-то Что Я Семью Бросил Но Вообще На самом Деле Вы Что Не Знаете Что Нет Пророка Своем Отечестве Вот Интересно Я Не знаю Рассказывал Такой Случай Или Нет Значит Я Представленного Протерея Михаилов Помолимся Представленного Протерея Михаилов Сейчас Много Священников Умирают Оглашенные Это те Которые Хотят Покреститься Да Но еще Не крещены Огласительные Беседы Проходят Если так Можно Коротко Сказать Батюшка У вас Есть Прекрасная Песня Лед Не сошелся С озера Текст Который Поет Сейчас Несколько От Оригинала В Володя Пишет Но я Очень редко Пою Это мои Детские Песни Юношские Вот Но Очень Трепетно Я понимаю В чем Заключается Вопрос Когда Нибудь Я вернусь К первоисточнику Священники Умирают Сейчас Прошу Молитв Еще За Отца Николая Беляева Который Находится В тяжелом Состоянии В реанимации Это Священник Из Монастыря Накарповки Петербурге Который Возглавляет Общество Иоанна Кронштадтского Сейчас Идет борьба За его жизнь Вот У меня Знакомый Врач Который На связи Постоянно Рассказывает Какому Состоянии Но ему Очень тяжело Кому Молиться За скорейшее Освобождение Из мест Заключения Анастасия Узарешительница Такие У меня столько Случаев Значит Про Анастасию Узарешительницу Такой случай Был Вот Один священник Вернул Не священник Парень Молодой Вернулся Из армии Друзья Встречался С друзьями Его встретили И они Короче Легли А Ну они Значит Выпили Очень крепко Выбрали Полянку Значит Там Напились Встречали Из армии И уснули Вот этот Парень Которого Встречали Его кто-то Толкает В плечо И Он поднимает Глаза И видит Богородицу Не Богородицу Святую Такую Женщина Стоит Значит И она Ему Говорит Построишь Здесь Храм В честь Моего имени Говорит Ему Он Значит Он Так опешит И она Исчезает Представляете Вот Он стал искать Поехал В какую-то Библиотеку Да его так Его поразило Бросил Своих друзей Протрезвил Пошел Пошел В какую-то Церковь Ближайшую Куда-то Еще Что-то И Нашел Что это Анастасия Узрешительница Была Увидел Ее Как бы Ну Образ Сошелся Вот И он Значит Вернувшись Из армии Он стал Работать Где-то В колхозе Вот И Откладывал Деньги И строил Храм На свои Деньги Представляете Ну Вот Как она Ему и Сказала Как раз Сегодня Праздник Анастасия Разрешительница Потом Я может Расскажу Вам Где Это место Находится В Новгородской Области Недалеко От Старой Руссы Вот И Значит Он Это Построил Храм Я Эту Историю Так Слышал Я Как Мне Рассказали Так И Передаю Про Сосерги Я Не знаю Ничего Я С ним Не знаком Вот То Что Я Видел На Как Он Выступает Это Меня Немножко Коробило Конечно Вот Его Заявление А Так Что Там Происходит Я Не Знаю Там Принимать Мудрые Люди Или Немудрые Не знаю Решение Я думаю Что Господь Все Видит Про Отца Сербия Да И Он Если Допустим Он Пострадает То Это Получается За Христа Это Его Венец Тогда У него Венец Святости А Если Он Там Что-то Делал Неправедно Его Могут Осудить Он Тоже Тогда Избудит Свой Грех Но Уже Здесь В этом Веке Мы Пытались Однажды Одного человека Вызвали Из тюрьмы Нам Сказали Что Деньги Надо Собрать У нас Как Там И Вот И мы Друзья Собрались Давай Мы Соберем Денег И Выкупим Его Что Он Сидеть Будет В тюрьме И поехали Старство Николая На Остров Залит Вот И Приезжаем Точно Бокачино Кто Догадался Это Бокачино Да Правильно Молодцы Деревня Или Село Не знаю Бокачино И Представляете Он построил Этот храм Я буду Перескакивать Построил Этот храм Вот этот Молодой Человек По имени Геннадий Насколько Я помню И И поехал В Новгород К владыке Говорит Что Я Вам Храм Я храм Построил Анастасия Разрешительница Он Значит Рукополагает Его Священники Он Говорит Хорошо И Проходит Время Он Вызывает Его Дьяконы Священники И он Стал Настоятелем Этого Храма Вот 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 И Выпил С Друзьями Вот Ну Это Я Не знаю Там Как Это Все Было Так У Него Все Иконы Мироточили К Нему Все Иконы Мироточили По Молу Даже Как Они Двигались Как То есть Туда Люди Автобусами Просто Ездили Чуть ли Не Со всей России Вот Храм Бокачино Вот Старые Руссы Отец Геннадий По-моему До сих Пор Он Сейчас Там Я Очень Хотел Там Побывать Вот Так На чем Я Становился Еще Это Было Какое Это Было Там Вы Знаете У меня С вопросами Очень Тяжело Вот Ну Во-первых Я боюсь Кого-то Осудить Вот Я Не Такой Там Как Катин Дмитрий Смирнов Царство Небесное Не Такой Я Просто Поговорим Вот Вот Смысл Моих Этих Вот Как Относитесь К отцу Власи Боровский Я Еже Старец Ли Он Тоже Не Знаю Ну То Что Он Умудренный Жизнен Опытом Священник Который Духоносный Вот Как старцем Я не знаю Как старцем Назвать Человека Я Мой Духовник Был Отец Симонах Тихон Вот Отец В общем Господи Помимо Вот Ковид Архимандрит Адриан Псково-Печорский Я к нему ездил По поводу Когда мне было Очень сложно Очень И архимандрит Ермоген Вот Который Во Пскове В Снитогорском Монастыре Вот Это Мои Духовники Были А сейчас Они все Умерли Сейчас Я Даже Не знаю Я С одним Поговорил С одним Очень Мудрым Человеком Которого Почитают За старцев Но Я Не знаю Точно Это или нет Он мне Сказал Что Сейчас Нет Старцев Вот И сказал Что Ты Молись Своему Духовнику Просто Он на том Свете И Как бы И он Будет тебе Помогать Архимандрит Ермоген Схеми Архимандрит Тихон Его Постригли Перед Смертью И сейчас Он похоронен В пещерах Так Панические Атаки Кому Молиться Страх Умереть Из-за Того Что Ребенок Имеет Проблемы Анвалидность Страх Умереть Я вам скажу Что у меня Панические Атаки Были Много Лет Мне Казалось Что Я Умираю Затягивают Воронку Вот Я По Несколько Раз В день Это Было Я Бывало Просто Не знаю Хватался За деревья За землю Мне Казалось Что Я Улетаю В Небо В общем Это Все Где-то Происходит Не знаю Где-то В голове В душе Вот А потом Меня приземлило Потихоньку Не знаю Чем Скорее Всего Я Переих Все Я Переключился От самого Себя Нашел Какой-то Способ А Пора Вы Купитесь Тюрьмы Я Нашел Способ Откручиться От самого Себя Для Этого Нужно Переключиться На дело Или На Кого-нибудь Другого Перестать Жить Для Себя Вот Так Можно Сказать Тогда Не будет Панический Атак Некогда Будет Думать О Саму Себе По поводу Выкупить И мы Решили Выкупить Этого Человека Приезжаем Старство Николаю А он Говорит Какое Выкупить Он там Венцы Стижает А вы Его Хотите Выкупить Понимаете Как тут Все Происходит Человек Посмотрел Духовными Ночами Так По поводу Отца Сергия Может Он Венцы Стижает Вот В это Время Но Это Мы Проверим Пройдет Время Это Все Духовно Я думаю Что В нашем Веке Мы Можем Об этом Уже Узнать Как Как И Что Но И С другой Стороны Хочу Вам Сказать Что У Священников Которые Такие Харизматические Харизматичные Которые Берут На себя Подвиг Молитвы Которые Которые Выходят в медиа Прямые эфиры Так же Как и я сейчас У них Своего рода Бывают искушения И надо Очень Сильно Духовно Готовиться И самому Быть Ну Как бы Серьезно Стоять на ногах Духовных То есть Уже Когда ты вышел Когда что-то Говоришь Надо Стараться Следовать Тому Что ты Говоришь И о чем Ты говоришь Вот Вот Поэтому Это большая Ответственность И конечно Лукавый Кого Деньгами Кого Славой Вот Кому Кого Значит Ему кажется Что он Уже Святой Вот И он Вводит Человека В прелесть Упаси Господь Упаси Господь От этого Мы Мы Такие Немощные И Значит Ко мне Сегодня Приходит Человек И говорит Батюшка Такой Немощный Я Ну Я согрешаю Вот Я не знаю Простите Вы меня Или нет Я говорю Что ты говоришь Как я могу Тебя не простить Если Господь Прощается Господь Простил Разбойника Убийцу На кресте А как я Тебя не могу Не простить Я Может быть Еще грешнее Тебя Говорю ему Вот Потому что Все зачатки Грехов Они у нас Есть В любой момент Мы как вулкан Вот Человек Благочестивый Казалось бы Он как вулкан Который Который Все это Замерло И он так Попыхивает Иногда Вот Но он готов В любой момент Землетрясение Вулкан И лава И все Все сметает Страсть Какая-нибудь Как выплывет Все сметет На своем пути Он зовет Он зовет О всех Подвигах И семье Об обетах О чем угодно И за одну секунду Он слетит с лестницы За одну секунду На которой Забирался 20-30 лет Вот 40 лет Забирался Не пил Не пил Бежать Бежать Я решил Что-то Что-то Такое Сказало И Так зацепило Меня Что я Занес Сковородку Еще в Одна секунда Я бы Голову пробил Сковородкой Это мне Говорит Старец Понимаете Такой опытный Вот И Говорит Я просто В тренировочных Штанах Как был Вместе Со сковородкой Выскочил На улицу Поймал Такси Доехал До храма Упал Перед престолом Вместе Со сковородкой С этой И плакал Потому что Я немощный Вот так Вот враг Меня борет А потому что Через ближних Да Через ближних Самые тяжелые К нам Искушения Приходит И вот этот Отец Геннадий Значит Стал священником В этом И стали у него Чудотворения И искушения Тоже У него там Было очень сильное Ускушение Вот Эфир я сохраню Если у меня Конечно Посмотрим О Еще есть Зарядка Вот Не успела Подключиться Василенко 12 21 Такой У него номер Вообще Чудно Делает Инстаграм Но Наверное Надо что-то Спеть Что-то Спеть Такого Хорошего А вот У меня Есть Не знаю Вспомни Или Нет Пел Или Нет Сейчас А я Спою Песню Такой Там Стих Сначала Стих Прочитаю Я Я пропустил Все времена Пока Во мне Была Война Уже Не чувствую Я боли И Получаю Все Сполна Лежу Лежу В окопах Чуть Живой Израстает Все Травой Мне Снятся Сны А Вольные Воли Я Просыпаюсь Сам Не Свой Зато Не Трачу Время Даром Шлю Смс Санитарам Вот Могу Перевести Это Стихотворение По каждую Строчку Но Наверное Времени Не хватит Вот Стихи Я Пропустил Все Времена Пока Во мне Была Война Уже Не Чувствую Я Болю И Получаю Все Восполна Лежу В окопах Чуть Живой И Зарастает Все Травой Мне Снятся Сны По Больной Воле Я Просыпаюсь Сам Не Свой Зато Не Трач Время Даром Шли Смс Санитарам Смс Санитарам Это Значит Молитвы Святым Вот Которые Помогают Нам А вообще-то На самом деле Сейчас Пандемия Я Записал Конечно Песня До Пандемии Я Пропустил Все Времена Пока Во мне Была Война Пока Я С собой Сам Боролся С своими Страстями Проходило Что-то Проходило Перестройка Какие-то Изменения Я Вообще Ничего Не Заметил Я Работал Только Над Собой Вот И Успехи Были Достаточно Не Не Вижу До сих Пор Успехов Короче Так Но Стараюсь В Процессе Да В Процессе Ну Спою Песню Не Знаю Тоже Я буду петь Что в голову придет Может повторяться буду Хочу Для всех Кто Кто Любит город Петербург Вот Кто Сюда приезжает Кто Любит его Мосты Здания Проспекты Фонари Спою песню Которая называется Версты 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 Мы себя искали на пустых вокзалах, А теперь дорога, здравствуй, мой попутчик. Ты поспи немного, может, станет лучше, Проводник разбудит и нальет нам чаю. По тебе, родимый, я уже скучаю, Это долгий путь. Это трудный путь. Это долгий путь. Это трудный путь. Версты, версты, версты. Лето, лето, лето на душе коросло, А в глазах ответы. За окном линкают города веселые. Новый мой товарищ, что ж ты не веселый? Может, жизнь другая ждет тебя на утро. Только ты, приятель, плачешь почему-то. Скоро остановка. Ты бы слезы вытер, вроде как неловко. Здравствуй, город Питер. Это долгий путь. Это трудный путь. Этот долгий путь. Этот трудный путь. По поводу 13-летних сыновей и дочерей, это уже все мы проходим и проходили. Не знаешь, что с ними делать. Но это уже личности. Поэтому надо научиться уважать их как личности, уже прислушиваться. Конечно же, у них все с ног на голову. Они не такие, как мы. На самом деле, такие, как мы, они зеркалят и повторяют нас. Себя вспомните. Но мы, может быть, сдерживались, более сдерживались. Мы в других обстоятельствах росли. Они более распоясывались, конечно. Но они же все-таки наши яблочки. Поэтому надо запастись терпением. Может быть, это даже хорошо, что он не слушается. Очень даже хорошо, прекрасно, молодец. Он добивается своего, он умеет. И будет добиваться. Вот. Мы уже... Мы уже... Все. Мы уже мамонты какие-то, которые должны вымереть. А вот они... Но он будет проходить свою школу. К нему придет такой же сынишка. Вот. Через 20. И все будет то же самое. Это все-все-все проходит. Я бы посоветовал изучить какую-нибудь... Какую-нибудь психологию возраста. Ну, посмотреть, что пишут. Есть какой-то опыт уже. Одинаковое. Это же поведение одинаковое. Да? Переходный возраст. И начинать за них молиться. Поздно их уже, наверное, в церковь вести. За уши. Чем больше ты их будешь привлекать, тем они еще больше будут. У них свой опыт. Который называется возвращение блодного сына. И этого опыта еще никто не сбежал. Поэтому надо на это смотреть спокойно. И держаться достойно. Не опускаться до уровня вот этого. Какой-то мальчишка может тебя это опустить. Вот. И ты там начинаешь раздражаться. Затыльник ему давать такой весь. Но таким образом ты показываешь, что ты слабый. Надо хорошенько подумать. Хорошенько подумать. И найти такую форму поведения для своего ребенка. Вот. Где бы ты мог сказать тихо, спокойно и уверенно. Нет, сынок. Я эту штуку тебе не куплю. Потому что. Потому что. Рассуждать вот так. Сам для себя рассуждает. Спокойно, уверенно. И пусть там он не знает, что он делает. Вот. Так что желаю вам. Боже благословения вам. Так. Петербург. Петербург. Так. Кто там ничего что-то пишет. Немножко нас всегда прибавляется. Потихонечку. Вот. Что еще. Что. Как избавиться от страха и смущения перед исповедью. Сердце выпрыгивает. А вот это тоже неправильно. Это, можно сказать, ложный стыд. Мне сегодня исповедился человек. Ну, исповедил такие грехи. А я же забыл. У меня амнезия на чужие грехи. И я нисколько не меняю отношения к человеку, если узнаю, как он грешен. Может быть, по молодости было, когда я еще там начинал священником. Но потом я себе просто остановил и сказал, ты что, надо отделять грех от человека. Мы же ненавидим грех, да, который совершили. Мы хотим от него избавиться. А кроме исповедия это невозможно. Если дети не в православии, так и молитесь в домашней молитве за них. Вот. Если они крещены не в православии. Как это? А, ну, понятно, бывает такое, да. Вот. Как раз готовились к исповеди причастия. Вот это да. Надо хорошенько себя перетряхнуть. Возьмите отца Иоанна Крестьянкина. И по всем. У меня, знаете, как, значит, когда человек приходит. Впервые. Я ему, бывает, сам покуплю. А бывает, говорю, иди в лавку купи. Или в интернете найди. Книгу отца Иоанна Крестьянкина. Опыт по стране исповеди. И мы будем исповедоваться 10 раз. По каждой заповеди. Вот тебе первая заповедь. Читая отца Иоанна Крестьянкина. Подчеркни все, что касается тебя. Вот. Вспомни все, что ты по этой заповеди нарушал. Всю жизнь переверни. Вот. Все переверни. Вот. Прямо чуть ли не с самого детства. Вот. Я себя вспоминаю тоже. Вот. Как, ну, это был Советский Союз. Вот. Как не был Гоговином относились. Храмом. Знали, что не разрушается. И, ну, как, у нас даже сердце не дрогнуло. Вот я у меня... Я был пионером комсомольцем. Заходил в полуразрушенные храмы. Могли там костер разжечь, что-то еще там. Как-то не без уважения, без благоговения это происходило. Ничего такого плохого не делали, конечно. Но все равно. Вот надо все-все-все-все вспомнить. С самого детства. По второй, по третий, по пятый. И... Вот. И... И десять заповедей. По десять заповедей. И десять причастий. Вот. А потом, знаете, что происходит? Потом вылезает самая... Самая главная человеческая страсть. Вот. И... После всего этого вылезает она. Вот с ней ты... После всех исповедей, это десяти исповедей, становится понятно, почему у человека проблемы всю жизнь. Почему? Вот. Не то, что он ищет, кто виноват, а он сам притягивает к себе эту проблему. Вот пишет, чтобы я спел песню, как хочется, чистоты. как полностью довериться Богу. Надо полностью довериться Богу. Просто ответа такого нет. Вот. Где-то такого нет. Ну, просто довериться и все. Значит, как хочется чистоты. Пишите стихи и песни и доверяйтесь Богу. Как хочется чистоты, Как хочется простоты, Как хочется простоты, Как хочется тепла, Как хочется добрых слов, Как хочется светлых снов, Как хочется, Как хочется, Чтобы любовь была. Кто сможет этот путь До конца пройти? Кто сможет не свернуть С этого пути, С этого светлого доброго пути, С этого светлого. Там где-то есть лето, Солнце, правды и свет, Там где-то Ответы Ответы Ни болезни, Ни бед. Как хочется нам туда, Где светит одна звезда, Где с нами любовь Всегда. Страданием заплатить, За эту возможность жить, И чашу до дна не спить. Там где-то есть лето, Ответы Ни болезни, Ни бед, Как хочется чистоты, Как хочется простоты, Как хочется тепла, Как хочется добрых слов, Как хочется светлых снов, Как хочется, Чтобы была любовь. Кто сможет этот путь Для людей пройти? Кто сможет не свернуть С этого пути, С этого светлого доброго пути, С этого светлого... И... 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 спасибо вам за внимание это был был выход в эфир прямой просто поговорим потом ищите я сохраню сейчас это все ищите в инстаграме посмотрю сейчас сколько у меня там осталось 21 процент а времени уже ого ну божья помощь вам боже благословение готовьтесь к рождеству какой-то подарок надо христу принести каким-то чего-то вся лишить наверное все таки то что мы привыкли себе угождать это так хочется что конечно и вкусненького и сладенького на все-то на самом деле мешает что божьей помощи не могу конечно не могу на все вопросы отвечать попросить еще по субботу выходить эфир так это рассмотрим это предложение почему субботу а чтобы чтобы было или или вам удобнее вот я даже не знал что такое будет реакция на мои выходы осмотрите передачу лавровские встречи вот это по телеканалу союз можете в поисковике написать лавровские встречи и там увидите очень много интересных людей красивых симпатичных талантливых молодых верующих вот самое главное это лавровские встречи потом помогайте храму нашему меня такая но я я еще один храм восстанавливаю архангела михаила на озере долгом сланцевском районе это километра 200 от петербурга вот а этот храм облагораживаем территорию храм уже построен вот сейчас колокола сейчас и отопление делаем благоустройство очень много чего много работы всякой очень хочется чтобы это было так красиво что люди приходили отдыхали молились вот вот вчера до случай такой звонят не я пришел в гости потому что воскресенье меня пригласили на день рождения наши прихожанки они очень хотели что она болела к видом мы только вот приехала она еле еле еще но надо было поддержать это моё духовное чадо юлия и вот мы там сидим за столом вдруг мне звонок и говорят батюшка у меня мама умерла батюшка разрешите мне откройте мне храм я не могу дома находиться она скоропостижно умерла и мы с сестрой мы хотим молиться я звоню сторожу город кройте им храм после не молится вот они они побежали в храм все семьи вся семья прибежала храм не дома нигде нибудь все вот кто родственники и значит она то она в другом месте совершенно да получается вот я тогда извинился вот и поехал тоже к ним вот и мы послужили литью это первое так вот помолились я их утешил произнес небольшую такую речь о том что у бога все живы что господь призвать всех свое время что все мы встретимся вот и или им полегчало и вот и они остались там все на ночь и все читали вот попросили меня благословения они всю ночь читали псалтырь по очереди псалтырь по усопшие вот матушки галине царство небесное кровопотежно скончался божий человек бессеребреница душа просто последний отдаст а вот господь взял и в одну в одном мгновении забрал может быть она вымолвалась такой смертная ну внезапно и она не вот и чтобы не мучиться особо люди бывают вымаливать главное знать надо что вымаливать и в какой мере вот понесем мы это или нет такой крест ладно час 17 поэтому мы прощаемся с вами отец анатолий а здравия ксении ирины не они и тамара младенца милиции вирус спасибо у меня в инстаграме я тоже на моей странице так что можете писать в директ свои требы свои записочки вот присылайте помощь какой можете нашему храму потому что храмы они содержатся за счет людей за счет молитвы за счет прихожан что я я помолюсь больше всем помощи стараюсь за всех молиться хотя это действительно трудно наше время ну прям никак не проститься там но все-таки нажму на эту кнопку где на тут бог помощь горе благословение с наступающим вас рождеством христовым исцели господи болящего александра